Ну, поехали. Пипка, да, вот сюда. Все для селфи-маньяков. Вот видишь, не могу сказать. Легкая дича. И красота. Да не ярко. Чуть-чуть расстроилась, но плакать не буду. Ну и такая, нет, оставьте. Здравствуйте, меня зовут Лиуса Романчик, и мы сейчас находимся в Битимании в Достык-Плазе. А рядом со мной находится топ-физажист Казахстана Диля Абдулаева. Диля, привет. Привет, привет. Как твои дела? Спасибо, отлично. Я так рада, что ты пришла к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Но я позвала тебя не просто так. В рамках нашей акции, которую мы проводим в Битимании, Beauty Day Everyday, где каждый день в течение всего февраля мы разыгрываем подарки среди наших подписчиков и посетителей, решили устроить разбор косметички. Потому что это такое дело, скоро весна, всем хочется обновления, и косметика, собственно говоря, не исключение. Хочется, может быть, что-то подчистить, что-то заменить. Вот. Поэтому я приглашила тебе всю свою косметичку, практически, ну, частично то, чем я пользуюсь постоянно, и жду твоего решения. Разобьешь ты меня в пух и прах, скажешь, господи, чем ты пользуешься, или все-таки где-то похвалишь? Ну, давай начнем. Ну, поехали. Начнем с того, что я подготавливаю свою кожу для макияжа. И использую сыворотку Dr. Oracle с гиалуроновой кислотой, которая прекрасно увлажняет мою кожу. Вот. Что скажешь? Конечно. Ну, мне в любом случае нравится всегда сыворотка. Я их люблю даже больше, чем крема. Мне просто не нравится эффект вот этого наслоения на лице. Но если у тебя достаточно хорошее очищение, ты правильно очищаешь кожу. Мне кажется, что сыворотка – это самое то, что нужно. Ну, мне так кажется, что я правильно все делаю, потому что у меня нет чувства стянутости. После того, как я умываюсь, я ее наношу, и чувствую себя комфортно. После этого я использую базу гирвеновского Meteoritz, которая прекрасно ложится на мою кожу и дает такой легкий эффект сияния. Ты ей пользуешься? Я люблю этот бренд. Вообще люблю. Это моя из самых любимейших баз, потому что она дает эффект легкого свечения, сияния, эффект дорогой кожи. Ну, то есть, в принципе, ты делаешь все правильно. Так, ну, пока это только начальный этап. Посмотрим, что будет дальше. Нанесли базу. После базы я использую тональную основу Diori. Недавно ее прикупила. До этого использовала другую. Вот. Dior Forever Undercover. Законит ли она мне по цвету? Как определить? Ну, мне кажется, что с одной стороны, да, но это мое мнение, потому что она сейчас у меня на лице. Но как правильно определить, подходит ли тон тебе на лицо? Ну, вот смотри, если подбирать правильно тональную основу тон в тон кожи, тогда мы ориентируемся не на запястье руки, вообще не... То есть, как обычно консультанты предлагают вот здесь, чтобы не совпадало, да? Мы проверяем, ориентируясь на шейку или же на зону декольте. Но на лицо не ориентируемся? Нет. То есть, если подходит тон, вот, допустим, мазком, да, отошли метр от зеркала, смотрите, что цвет слился с цветом кожи шеи, ну, значит, анальная основа очень хорошо подойдет на предневном макияже тон в тон. Ну, держится она у меня хорошо с утра и до самого вечера, я никаких претензий к ней не имею. Мне она очень нравится. Сейчас, конечно же, никуда без хайлайтера. Я тоже использую гирвеновский, вот такой. Мне показали, что можно его нанесить вот так, такими движениями, либо пальчиком. Пальчик. Нанес пальчиком вот так, оп-оп-оп-оп. Ну, лучше всего, конечно, работать пальчиком. Скажи, пожалуйста, зоны, куда ты наносишь? Ну, как я показала, я делаю вот здесь, вот здесь. Потом с каких-то моментов я стала, будто посмотрела, делаю себе на переносице чуть-чуть, и вот тут на уголках губ тоже себе наношу, чтобы она мне там чуть блестела. Не на уголках губ, а на верхней, да? На верхней, на вот этой части, чтобы, не знаю, дополнительный какой-то объем придать или легкое светоотражение. Это было теплое, да, такое? Да, такое золотистое. Интересно, да. Ну, я бы, конечно, не советовала наносить на всю переносицу, на всю спинку нося, чтобы не было эффекта вот именно жирного, вот такого блеска жирного лица и кожи. Старайтесь наносить или на кончик, вот как пипка, да, вот сюда, бери чуть выше, или же на зону переносице, чтобы были вот эти вот два акцента, два века. Чтобы это как бы сужало, да, немножечко, вот эта переносица, или просто чтобы свет по-другому падал? Да, да, чтобы свет падал, и чтобы было ощущение, что глазки, ну, как бы, сияют, немножко расставлены. И чего мы делаем? Это для объема, чтобы был блик такой. Угу. В центре. Диля, я тебе признаюсь, это мое откровение, я не пользуюсь пудрой. Я не знаю, насколько хорошо это или плохо, но с какого-то момента я перестала ее использовать. Но все-таки, когда мне нужно куда-то выйти вечером, чтобы макияж у меня держался дольше, я использую пудру Revlon. Мне ее порекомендовали, и, в принципе, она мне нравится. Ну, я вообще считаю, что это очень правильная покупка, особенно если ты любишь делать селфи, если у тебя вечерние выходы, идешь на какое-то мероприятие, да, или просто ты, допустим, хочешь выйти в эфир, и она как раз-таки предназначена, видишь, фото-реди. Да, так называется Revlon фото-реди. Все для селфи-маньякова. Классная покупка. Спасибо. Я еще использую что-то вроде легкого контуринга. Я не знаю, насколько мне это помогает или нет. Бобби Брауновский у меня такой бронзатор, или как его правильно называют? Корректор. Корректор, да, который я наношу. Скулы, который его кто-то наносил. Да, который я наношу вот сюда под скулы. Пытаюсь вот так вот делать, обозначить, где у меня находится скула, и там его наносить. У меня используется для этого, честно говоря, одну кисть. Для скульптора, для румян, и иногда для хайлатора, если он у меня сухой, а не такой, как Геленас, кем я сейчас пользуюсь. Ну, здорово. Ничего, что пользуюсь одной киточкой для геона скульптур. Нет, да, на самом деле, и не нужно много кистей для домашнего использования. Иногда я даже, когда в работе работаю, я могу использовать только одну кисточку. То есть и нанесение румян, и тона, и базы, и так далее. Думала, вдруг я просто бьюти-дилетант, и делаю ли неправильно. Нет, абсолютно. Я оттенок очень правильный подобрела. Такой серо-коричневый, который создает естественную тень на лице. Пользуюсь еще румянами, розовыми. Мне, в общем-то, кажется, что, ну, кисточки должны быть чуть-чуть розоватые. Что, правильно это или нет? Ну, наверное, не розоватые, а больше нам же не нужен эффект на румянинного лица, да? На румянинного нет, конечно. Да, нам нужен эффект свежести, поэтому я тебе посоветую взять персик. Персик. Ладно. Учту для своей дальнейшей покупки. Я на каждый день не крашусь ярко, потому что мне, в принципе, макияж занимает 10-15 минут. Больше я не могу себе позволить, потому что нужно сразу бежать-бежать. И я обычно использую тени, которые подходят, ну, они просто выравнивают как бы века. Это никсовские тени вот такие подобрала себе. Отличный оттенок, я уже посмотрела. Это под цвет айвори, да. В общем, видно, как сильно я их люблю. Использую каждый день, уже скоро придется покупать новые. И когда мне нужно немножко придать объема века, я вот использую коричневые тоже ревроновские тени, иногда и вот этот бежевый. И это просто все, что ты проходила обучение? Нет, 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 нет. Я просто... Это годами выявленный макияж для себя, потому что когда я училась в институте, ты бы видела, это был просто боевой раскрас. У меня было миллион палеток с тенями, и вот я красилась, затратила на этот час. Сейчас вот 15 минут. Раньше у меня была косметичка огромная просто, и один крем. А сейчас у меня наоборот, маленькая косметичка, и просто миллион всяких разных примов по уходу и прочей всей ерунде. Вот, для глаз я еще использую вот такой никсовский карандаш. Вообще я подсела на коричневые оттенки, потому что я считаю, ну, не знаю, у меня карие глаза, у меня темно-русые волосы, и я не знаю почему-то решила, что мне придет все коричневое. И это тоже у меня универсальный карандаш, надо поточить. Но я его использую для того, чтобы подкрашивать нежистничное пространство и для внутреннего века. Мне кажется, базовый такой карандаш. А, но он такой гелевый? Нет, он не гелевый, он такой кремовый. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя очень хорошо он держался, да, в течение дня, на слизистой каяла, тогда лучше выбирать гелевый. Ну, а то, что ты цвет выбрала, это очень правильно. Я смотрю, у тебя тут еще карандаш для бровей, тоже такого достаточно правильного оттенка. Тоже выверяла очень долго. Смотрела потом на фотографии, понимала, что тот оттенок неправильный. Я пользовалась разными карандашами для бровей. Но вот последняя моя находка – это Isadora. Я обрамляю, взяла недавно Lumine, фиксатор для бровей, да, ты правильно? Фиксатор для бровей, да? Фиксатор для бровей. Укладываю бровки, очень хорошо мне подходит. Еще если, например, я не хочу красить брови карандашом и гелем, я использую сразу две штуки в одном. Art Deco, такой гель добровей. Оттеночный. Да, оттеночный сразу, сразу им крашу. У меня не всегда бывает, когда нужно побольше времени, чем на карандаш, но если я хочу немножко заморочиться, я делаю вот этой кисточкой. Она удобная, такое ощущение, что она еще чуть-чуть наращивает брови, делает еще более быстрее. Создаёт объем, да. Да. Перейдем к туши. Методом проб и ошибок. Да. Перепробовав миллион туши, я выбрала для себя топ из двух вещей. Это, начнем с бюджетного варианта, это Vivienne Sabo, Cabaret, кстати, это коричневая тушь, я тоже пользуюсь коричневой тушью. Стоит она буквально 2000 тенге, и хватает на нее надолго, и держится она классно, и она не всыпается, и, в общем, я ее максимально довольна. И второй вариант, это черная тушь, которую я очень люблю, это Bobby Brown, Smoky Eye Nascara. Обожаю ее щеточку, она очень крутая, и вообще ту, что входит и в топ по продажам у Bobby Brown, насколько я знаю, и в мой личный. Еще я, в общем, притащила легкую дичь, я называю ее именно так, яркие свои лайнеры, которые я купила тоже в миксе, потому что только там я нашла такие яркие цвета, и прикупила тушь Vivienne Sabo, тоже синюю. И я использую их иногда, крайне редко, когда мне хочется чего-то яркого, ну, сейчас, собственно, будет весна, хочется яркого, оттенков всяких разных. Этим я рисую себе стрелки, этим я тоже пытаюсь себе что-то делать, но вещь плохо выходит. Делаю это какие-то крайне редкие моменты, когда мне нужно, там, например, куда-то выйти, вот, что скажешь. Ну, интенсивно ты все делаешь правильно, правильные оттенки выбрала туши, коричневый он как раз-таки подчеркивает цвет твоих глаз, синий оттенок и лиловый, кстати, к нему и зеленый туда же тоже будет подчеркивать оттенок твоих глаз. Будет очень красиво смотреться при дневном макияже, особенно когда солнце, весна и так далее. Но, смотри, если ты хочешь использовать, допустим, синюю тушь и такого же цвета подводку, это будет прямо, знаешь, такое масло масляное. Перебор. Да, это будет перебор, поэтому я тебе советую все-таки тушь взять цветную, а подводку взять черного цвета. Да, ты, кстати, взяла мою любимую подводку, тоже я взяла ее в NYXE, Epic Liner, да, Ink Liner. Мне его расхвалили, я тоже стала жертвой рекламы, мне его расхвалили, но я купила, и тут я не пожалела, потому что он держится очень хорошо. Не, правда, это из микса очень крутой продукт, именно подводка, которая работает прям очень круто. Мне нравится их, как это правильно называть, вот этот стержень, потому что он такой от толстого к тонкому, можно очень тонкую линию нарисовать, где вот тут в начале глаза, и прямо сделать себе очень крутую стрелку. Они всегда, конечно, у меня выходят хорошие, приходится перерисовывать. Ну что, перейдем к помаде. Помады я очень люблю, люблю всякие разные. У меня, честно говоря, 10 оценков красных помад, от ярких до каких-то темных, 40. Только красных 10, всего их там 50, наверное, потому что я тоже люблю какие-то темные. Использую никсовский карандаш. Да, у меня очень много всякого никсовского, потому что у них там тоже миллион оттенков. Использую карандаш как основу, нанесла, потом вот какую-нибудь тоже помаду такой, стик никсовский, или какую-нибудь розовую. И потом сверху помады всякие тоже разные. Ну, ты знаешь, я смотрю у тебя такие достаточно интересные оттенки, и один из них меня прям очень удивил. Я его тоже взяла как дичь. Я иногда использую. Очень хочется для чего-то яркого, яркого акцента. Я иногда смотрю на подиумный макияж, и мне хочется тоже сделать какой-нибудь яркий акцент. Естественно, я не делаю это на работу или куда-то еще. Например, недавно я использовала эту помаду для вечеринки в неоновом стиле. У меня была такая ярко-оранжевая повточка, и я синим накрасила губы, и там это смотрелось как было место, потому что это был такой сайбер-стиль, где все были в таком неоновом. Ясно. Ну, я думаю, что вот этот блеск для губов, он есть в каждой косметичке, вот сколько косметичек я разобираю. Или должен быть в каждой, да, Диор, липо-максимайзер, коллаген-актив. Ты красишь им губы, и там какие-то эффекты ментола, да, и он создает эффект вот при пухлости. Ты прям чувствуешь, что у тебя вот чуть-чуть тебе как будто бы в губы качнули чего-то, да. Так, ну вот этот цвет мне, конечно, непонятен. Да, я тебе объясню, он практически, он бесцветный, но в нем только ты видишь переливающиеся вот эти частички, и я его добавляю как слегка на какой-нибудь оттенок. Например, вот, ну вот сюда я могу его добавить, буквально немножко на пальчик. Да, на пальчик или просто таким точечным движением и немножечко распределяю. Это будешь сейчас нанести? Я хочу посмотришь, что ты видишь. О, я не знаю, как это я буду. Вот так вот. Вот так вот. Я так вот его, и он придает легкий объем, ну то есть я им не крашу, потому что это смотрится не очень так, как-то. Вот. Он, ну, ну, он такой с частичками мерцаемый. Он именно, да, он цвет не продает, больше я его использую как мерцающую такую. Очень красивый цвет помады, ну то есть очень красивый цвет красного, так вот. Я считаю, что это классический красный, я правильно считаю? Это такой потемнее, он тоже с какими-то мерцающими частичками небольшими. Это тоже Chanel, да? Это тоже Chanel, да. Использую вечером, на основном. Вот этот цвет. Как и вот этот. Нравятся мне темные оценки помад. Ну, темный такой, темный бордо цвет. Он такой, да, винный какой-то, он не такой темный, как кажется здесь. Ну, ну. Ну, мне нравится, я использую обычно чуть-чуть туши, ну, буквально не подвожу глаза и весь акцент на губы. Но я подозреваю, что вот этот оттенок, он матовый. Он матовый, да. То есть он достаточно пересушивает губы. Я стараюсь немножко увлажнить губы какими-нибудь бальзамом, подержать его, чтобы он впитался, и потом использую эту помаду. Это маска. Это карандаш помада. Это карандаш помада. Мне очень нравится, да, и вот цвет. Это мэйбелин. Вот, они как бы плюс-минус одинаковые. Есть у меня такой... И, кстати, даже можно миксовать. Я так и делаю. Вот наношу... Наношу один. Наношу карандаш, потом одну помаду, потом другую помаду. В общем, миксуй, не перемиксуй. Но все это происходит обычно методом проб и ошибок. Ты никогда сразу не найдешь ни нужную базу, ни нужный тон, ни нужный цвет помады. Поэтому надо обращаться к специалистам, которые разбираются в этом, понимают это, и тогда вы не будете делать вот эти вот хаотичные покупки и приносить мне косметички огромные. Там есть продукты, которыми вы, в принципе, не пользуетесь или, в принципе, они вам не подходят. Диля, ну что, подытоживая все, что мы здесь с тобой наговорили, какой твой вердикт по моей косметичке? Да или нет, или что мы оставляем, что лучше убрать или заменить, или что? Вот эти продукты я бы точно убрала бы. Забираю. Хорошо. Вот эту помаду однозначно. Хорошо. И я бы тебе посоветовала тональную основу. Заменить, да. Да. Хорошо. Ну что-то полегче? Нет, она имеет место быть, можно ее оставить и использовать в качестве зонального тонирования. Окей. Да, более полегче, такую водяную, такую, знаешь, ненавязчивую, чтобы было очень легкое перекрытие. В целом, все будет ок. Диля доброго! Отлично. Я что еще хотела спросить? Я слежу за тобой в Инстаграме и знаю, что ты очень много путешествуешь по Казахстану, не только. Расскажи, может быть, какие у тебя ближайшие мастер-классы есть, которые можно посетить, подчеркнуть для себя что-то очень интересное в ютю сфере. Да. Вообще, этот год я для себя любила, прожили этот год так, как последний в своей жизни. Поэтому я наметила очень много мастер-классов. Я буду давать по городам Казахстана бесплатные однодневные мастер-классы. Буду давать теорию, буду ребятам объяснять, что, зачем и почему, что такое вообще профессия визажист, кому она нужна и вообще нужна ли. И у меня поездки – это Милан, это Китай. Я буду давать там тоже мастер-класс дневный. Ну, очень много поездок. Возьми меня в Милан. Это, конечно, день открытых дверей. Поэтому вас приглашаем. Я вот решила в этом году быть такой полезной для народа. Я вам рекомендую подписываться на страничку Дили, потому что Дили там делится просто супер культивными лайфхаками и интересными новостями. За сториз вообще очень отдельно, интересно следить. Я обожаю пролистывать их и все смотреть. И где-то там пересылаю своим подружкам. Здесь обязательно будет указан ее аккаунт. Мы провели эту акцию в рамках Beauty Day Everyday, которую мы проводим совместно. Beauty Mania и Dostook Plaza. Каждый день в течение всего февраля мы разыгрываем подарки. Я об этом напоминаю. Вся информация у нас на страничке, на страничке Dostook Plaza. Подписывайтесь на Dostook Plaza, Beauty Mania, Dily. Ну, если что, можете вы меня тоже подразить. Очень спасибо большое за приглашение. Тебе спасибо большое, потому что это было очень продуктивно, очень классно. Ты невероятно замечательная. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы нас досмотрели до конца. И пишите свои комментарии, лайки. Все. А мы закончили. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...